Всем привет! Сегодня я хочу съездить в Амстердам. Погода не очень располагает, но хочется поехать на поезде самостоятельно. И поезд уже прибывал. Я сейчас нахожусь в Хильверсуме. И ехать до Амстердама около 20-25 минут в зависимости от поезда. И расскажу вам, надеюсь, что получится интересно. Давайте посмотрим на карте. Мы сейчас находимся здесь, в Хильверсуме. И мы едем вот сюда. Амстердам-Централ. Ну вот, я добралась до Амстердама. Мы находимся с вами на стейшн Амстердам-Централ, главный железнодорожный вокзал Амстердама. Здание было построено в 1881-м период по 1889-м годах архитектором Питером Кейперсом. И также в 1885-м году Кейперс проектировал здание Государственного музея в Амстердаме, Райкс-Мюзе, которое внешне очень похоже на центральный вокзал. Вокзал отделяет город от порта, как вы видите. Порт расположен прямо здесь. И сюда заходили сюда в свое время. Также в городе было проложено множество железнодорожных путей. И вокзал достаточно большой. Он насчитывает 15 железнодорожных путей. История Амстердама берет свое начало в XIII веке. С момента появления небольшой рыбацкой деревушки, которая расположилась на территории дам, построенных на обоих берегах реки Амстелл. Сначала была воздвинута дамба на восточном берегу. И поэтому там названия начинаются со слова «ауды», что означает «старый». Строительство дамбы на западном берегу реки произошло позже. И дало название расположенной на ее месте улицы Нью-Ведейк – Новая дамба. Амстердам расположен на 4 метра ниже уровня моря. Чего было больше слабоумия или отваги при строительстве города, сказать сложно. Но город перед нами укрытый дамбой, оснащенный системой каналов. А все дома построены на десятках и тысячах деревянных свай. И, конечно, это необыкновенное инженерное чудо. Нужно об этом помнить, когда мы гуляем по этому старинному городу. Город был построен на плотине через реку Амстелл в 1270 году. Появилась площадь с названием Дам. Деревня стала называться Амстелле-дамы, то есть плотина на реке Амстелл. А первое письменное упоминание об Амстердаме датировано 1275 годом. Граф Ларис V голландский даровал торговые привилегии для рыбацкой деревни, расположенной в дамбе на устье реки Амстелл. И как раз там упоминались люди, живущие на берегу Амстелл-дамы. В 1287 году в ходе крупнейшего наводнения песчаный барьер был разрушен, и Флевонское озеро, на берегу которого располагался Амстердам, окончательно стало заливом. Мы с вами находимся на площади Дам. И в самом центре величественное здание с зеленым куполом – это Королевский дворец, бывшая амстердамская ратуша. И ныне это один из трех дворцов, которые находятся в распоряжении монарха. Здание было построено в 1665 году по проекту Якоба Ван Кампана, вдохновленного римской архитектурой. И это голландский классицизм. Здесь также находится Нюеве Кёрк, но я хотела бы побольше рассказать про... Здесь мы видим «The Madame Tussauds». «The Bain Corp» – это торговый центр, компания, которая представляет все люксовые марки. И здесь мы видим рядом «Диор» и рядом «The Channel». И выставка, посвященная «Царской семье королевской». Сейчас посмотрим, что там происходит. И здесь выставка, посвященная «Королеве Юлиане» и ее идеалу. Как видите, тут интересная инсталляция. Но сегодня я туда не планировала попадать. А музей и выставка расположены прямо в церкви. Это Ньюве Кёрк – новая церковь в Амстердаме. К сожалению, из-за плаката плохо видно саму церковь. Я посмотрю, можно ли туда пройти. Вот здесь магазин при музее небольшой. Посмотрим, что там продают. В музее продается очень много всяких сувениров, посвященных церкви в том числе и просто каких-то памятников. Много открыток, в том числе и самой церкви. Но в церковь так просто не попадешь. Соответственно, нужно брать похоронобили. Замечательный сувенир. Нужно проследить всю королевскую родословную. С двух сторон. И также портреты. И вот современная королевская пара. Максимум и Вильям. Максимум и Вильям. Ну, уже я пошла на первый канал. Вот здесь вот такие интересные апартаменты. Соколируем. Я не знаю, что это будет. Мне кажется, что я не могу подойти. Вот здесь вот здесь. Каждая полагается. Можно посидеть. Каждая полагается. Можно посидеть. Вход туда свободный, мы сейчас зайдем, посмотрим, что там выглядит очень нарядно. Погода такая, что солнышка нет, не передается совсем. Ищущения от церкви, такая прекрасная колокольня со часами. Очень красиво. Сейчас пойдем посмотрим, что внутри. Сейчас пойдем посмотрим, что внутри. Субтитры создавал DimaTorzok Такой замечательный орган. И здесь изображены музыкальные инструменты различные, которых я думаю, что многие уже из нас даже не знают названий. И чуть выше, конечно, религиозные сюжеты. Такой прекрасный орган. И, собственно, это церковь, где был похоронен Рембрандт. А вот это памятный знак. Он родился в 1606 и умер в 1669. Жил здесь неподалеку от Вестеркёрк. И сейчас уже, к сожалению, невозможно найти конкретно, какой камень символизирует его могилу. Но это точно в этой церкви. Его сын здесь тоже был похоронен. И одна из плит 143 точно принадлежит его сыну. Ну, а по самому Рембрандту, к сожалению, точной информации нет. Здесь, как видите, плиты. Они под номерами. Не всегда можно разобрать. Потому что уже, конечно, надписи стёрлись. И скульптор, который сделал этот памятный знак, он вдохновился одной из самых известных картин Рембрандта. Это «Ночной дозор». И можно увидеть, что это фрагмент из этой картины. Выглядит так, если приблизить. Сама картина сейчас находится тоже в Амстердаме в Реаксме. И она была написана в 642 году. Вот такой памятный знак здесь находится в честь того, что здесь похоронен Рембрандтван Рейн. И следует. Вtime. Подобавлено. «Амстерд вам, что здесь хритумы или жители». «Амстерд, как вам здесь хритумы». Не всегда. Хритумы будут conservаться больше. Такая замечательная композиция из свечей. И здесь, рядом с церковью, Хвестер Кёрк, я увидела памятник Анны Франк. Здесь недалеко, рядом находится её дом, и здесь дата её жизни 1929-1945. Все знают, что она написала дневник о том, что происходило с ней в эти военные годы. Я сейчас нахожусь на канале Принсенхрахт, что означает канал Принца. И вот обычный вторник в Амстердаме. Не так много туристов, что радует. Не так много движения. Улица вокруг. Вот хочу обратить на ваше внимание на домик в середине, который сейчас я буду увеличивать. Как мы видим с вами, он был построен в 1839 году. И что мы здесь видим? Здесь может купить человек, ну или мужчина, кофе и чай. И вот до сих пор ничего не поменялось. Продают чай, кофе. Всё остаётся по-прежнему. Очень мне нравится такой коврик перед дверью. Хэтверк bleibt в этом. Работа остаётся снаружи. 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 Удивительный магазин, постельных принадлежностей и вещей для времени. Вот такая баржа, на ней можно не только отдохнуть и прокатиться, но и насладиться искусством. Выглянуло солнышко специально для меня порадовать, чтобы Амстердам выглядела более вдохновляющим. И здесь я увидела музей Houseboat Museum, дом Лодка, 100 лет жизни, такая экспозиция внутри должна быть, как люди жили здесь с 1914 года. Такой интересный музей. Обязательно сюда прийти. Жизнь на воде. Но они не каждый день открыты. Частный маленький музей. Здесь сразу перекресток из двух каналов. Вот это один и сразу второй. Можно обозревать сразу много чего интересного. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok